Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая и я продолжаю разговор о формировании кустов томатов. В предыдущих роликах я уже рассказала, что формирование мы используем для того, чтобы все силы растения пустило на цветение, на формирование завязей, на созревание, а не на выращивание пасынков и лишних кустов. И я сказала, что формирование куста томатов это не только пасынкование, это удаление лишних листьев, прищипка верхушки, макушки. Потом нормируем количество цветов и завязей, тоже выщипываем лишние. И рассказала, что такое пасынки. Вот теперь перешли к самому главному, как можно формировать томаты. И немного вообще о формировании, когда все это делать, как начинать, с чего. Особенно эти вопросы интересуют начинающих. И, конечно, каждый огородник формирует свои томаты все по-разному. Но все сходятся в одном мнении, что очень много кистей оставлять не нужно. Чем больше кистей, тем мельче плоды. Плоды мельчают. Я вот оставляю неограниченное количество только на мелких, которые пальчиковые, вот эти вот, как сливовидные, как добарау, например. Вот штраух в прошлом году, они кругленькие такие, как маленькие иронеточки. А если томат вот такой хороший, нормальный, полновесный, хотите крупный, сладкий, вкусный получить. Все, ну как, в одном мнении сходятся, что не больше 6-7, ну в крайнем случае 8 кистей, это все зависит от региона. Вот у нас 5-6, у меня сибирский регион. Я знаю, что 8 кисть у нас никогда не успеет сформироваться и вызреть, потому что у нас в сентябре уже заморозки на почве. И вот количество кистей мы, конечно, исходя из района проживания, будем придумывать себе число. Вот у нас в открытом грунте 5 кистей, если на крупных томатах, больше мы не оставляем. Смысла нет. Зря будет формироваться вот этот плодик маленький, все равно он зеленым будет срываться, больше 5 не вызревает. Если про само формирование, когда вот мы начинаем, смотрите, высадили мы вот эти томаты, все. И некоторые, если думают, что нужно ждать какое-то время, то нет. Мы начинаем формировать куст уже при высадке, потому что, когда мы заглубляем немножко, то нижние 2 листика мы уже убираем. Многие, по крайней мере, убирают. Я очень редко, очень мало знаю случаев, кто закапывает вместе с листьями. Обычно убирают. Но когда убирать, это другой вопрос. Кто-то за 2 дня заранее убирает. Я убираю, отщипываю прямо во время высадки, и это уже у нас начинается формирование куста. То есть от лишних листьев мы избавляемся. Следующее посынкование у нас проводится через 10-15 дней. Я вот, когда выходила первый раз, я говорила, что у меня вот прошло уже 10-15 дней, вылезли пасынки, когда они достигают 5 сантиметров, я их начинаю отщипывать. И здесь же я начинаю по 2-3 лишних листа нижних, которые касаются земли, в первую очередь, убирать. Все. Теперь я первое вот такое формирование сделала. Я убрала пасынки, какие выросли за эти полмесяца, убрала нижние листья. Дальше, не реже одного раза в неделю, нужно заходить в теплицу и вновь появившиеся пасынки убирать, чтобы они не успели вырасти до такой степени, что они станут толщиной наравне с основным стеблем. Запускать нельзя, особенно если вот такая загущенная схема посадки. Я даже захожу иногда 2 раза в неделю, хотя бы просто посмотреть, не так ли плачевно все, не заросло ли здесь. Я, может быть, и отщипывать не буду, но контролировать я должна. Иду туда в дальний огород и пройду через теплицу обязательно. Потом сразу выбираем сорта, какие и как будем формировать. Про пасынки я уже сказала, что пасынки мы убираем почти на всех томатов, кроме тех, которые не пасынкующиеся. Но в теплице, даже на не пасынкующихся, до первой цветочной кисти я все убираю, постепенно, конечно. И тут вот мы начинаем выбирать, какие сорта, как мы будем формировать. Я уже говорила, что вот эти вот, те, которые вот там у меня растут, индотерминатные, их обычно большинство людей формирует в один стебель или в один ствол, можно так и так говорить. Я потом покажу подробно вам, как это делается. Те, которые вот эти вот, я вчера подходила, показывала, вот смотрите, они уже как бы сами просятся, чтобы я их формировала в два ствола. Видите, они прям равноценные. Она рогатка раздвигается. И вот тут Анна Астахова спрашивала, а что делать, если они, ну как бы, равные по толщине, и кисть расположена посредине, и не узнаешь, какой из них кто. Но для этого я и говорю, что начинайте думать о формировании на ранней стадии. Когда видно, что ствол это ствол, он же в первую очередь растет. Пасынок когда-то же у вас появился, он же не сразу стал таким. Пасынки лишние нужно убирать, когда им всего 5 сантиметров. Тогда не будет вот таких проблем. Но я, правда, ни разу не видела, чтобы кисть была прям точно посредине, вот здесь, это как у перца. Но обычно, когда у меня вот такие вот равные, я их оба оставляю. Могу потом прищепнуть, как я уже говорила, вот когда один из них цветочную кисть образует, я могу один отщепнуть, а второй оставить. Но я, не знаю, я у своих всегда знаю, где основной стебель, а где пасынок. Потому что они же растут у меня на глазах. Все, вот это в два стебля. Те, которые метр двадцать, метр пятьдесят, но они не индотерминатные, и они все равно вершкуются сами. Они вот сейчас, смотрите, вот они как раз дорастают у меня до конца вот этого кулашка. Вот он метр двадцать. И они заканчивают сами свой рост. И тут все у них без проблем. Я оставляю два стебля, пять кистей, пять, но иногда шесть сформируется, и все. Но если вы хотите, бывает еще и в три ствола. Если вы хотите, то кроме этих двух, оставите еще один какой-нибудь толстый такой, серьезный пасынок. Будет в три ствола. И, конечно, наши детерминатные, им можно оставить и четыре, и пять, и шесть, если вам все равно, мелкие они будут или крупные, если вы не гонитесь за размером плода, вот, например, когда для технических целей, на соки, на кетчупы. Эти детерминатные, которые вот для такого, для массового производства, можно вообще не считать количество стеблей, оставлять столько, сколько вырастет. Они будут все увешаны томатами. Но томаты, конечно, будут мелкие. Но это я уже говорю, вы сами разделяете, какие у вас для еды, для салатов, какие у вас на кетчупы, для технических, там, таких, ну, для производства, на томатопродукты, какие в один ствол, какие в два, формировать можно по-разному. Каждый способ будем рассматривать. Пока. Все, до свидания. Следующий видеоролик будет о том, как формировать в один ствол. Это самый легкий способ. Там не надо даже ни о чем задумываться. Надо выщипывать все, кроме ствола и цветочков. Все, до свидания. Продолжение следует...